Ну, давайте начнем с того, что познакомимся. Меня зовут Поготовская Людмила, я старший директор, город Орехово-Зуево. И могу вам так сказать, я не коренная, а, как это сказать, Орехово-Зуевское, да? Вот, в Орехово-Зуево мы с семьей живем последние 10 лет. До этого мы жили в Саратовской области. Мы жили в Саратовской области, и мы с мужем были сельскими учителями. Там у нас, соответственно, я там вышла замуж, хотя я как бы не деревенская девочка, я вообще из города Балакова. Есть такой город у нас в России, считается город атомщиков, да, у нас там атомная АЭС. Вот, в итоге как бы приехали в деревню, ладно, и, как вам сказать, вроде бы как все было. Все как бы было хорошо, в понимании моего мужа, да, но я никогда не хотела жить в деревне, это вообще не мой конек. Девочка городская, пришлось привыкать к деревенской жизни, как не смешно, доить корову, причем две. Вот, управляться со скосным свинством. Фотографию с маленьким сыном я вам выставила не просто так, чтобы вы понимали, да, там, что за ним стоит, как это говорится, как на сену, да, что в руках у нас поросенок у него. То есть, сами понимаете, в сельской местности жить без своего хозяйства очень сложно. Вот, ну, а потом, так как мы были молодоамбициозны, зарплата учителей была приличная, нам хотелось денег побольше. Поэтому у нас было огромное хозяйство, я могу сказать, что у нас больше всех в селе было хозяйство, самое большое. А в частных подворьях я имею в виду, да, ну, если я вам скажу, что у меня было две коровы, два бычка, больших свиней только 40, не считая маленьких, 100 кроликов, куры, утки, гусени, считанные. Ну, в общем, было чем заняться после школы, скажем так. И все бы было бы ничего, а нас считали очень зажиточной семьей в селе, потому что у нас, как вам сказать, у первых появился компьютер, навороченный, причем там с монитором жидкокристаллическим, с акустической системой. И деревенские просто сходили с ума, когда 12 лет назад мы купили все это дело за 48 тысяч. Ну, сами понимаете, все крутили у нас у виска и говорили, что мы неадекватные. Ну, ладно, дело в том, что, в принципе, вроде бы как и было все замечательно и хорошо, но я реально понимала, что детям моим делать нечего там в селе, понимаете. Да, свежий воздух, это, конечно, все круто, да, конечно, за ними так не надо следить, как в городе, они могут спокойно гулять на улице, вот, с друзьями, своими подругами. И развития нет, понимаете, хотелось бы, конечно, дать немного больше. Я всегда мечтала, чтобы моя дочь танцевала, ну, скажем так, то, что у нас не получилось у самих, мы стараемся заплатить наших детей. Поэтому я тоже когда-то давно, в дикой молодости, в детстве даже могу вам сказать, занималась, начинала заниматься танцами, мне все нравилось, но по объективным причинам мне пришлось все это закруглить, да, и, соответственно, у меня всегда была мечта, чтобы дочь моя танцевала. Я хотела, чтобы мой сын занимался спортом, а не просто, ну, как бы бегал по улице и месил грязь, вот, потому что у нас там грязь особенная, это Саратовская область, это чернозем, и я вам скажу, она прям как это, как пластилин, очень жирная, поэтому, как вам сказать, когда там проходил дождь, соответственно, сапог очень было сложно вытащить из земли, и поэтому ходить по грязи, да, 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 очень сложно было, вот, поэтому в галошах я так и не научилась ходить в деревню, я всегда ходила в сапогах и была как вечно, как поросенок, вся удела из по уши. Так вот, через 10 лет жизни в деревне мы решили, ну, не мы не решили, мозг вынесла мужа, и мы решили переехать. Куда переезжать? Ну, так сложилось обстоятельство, что мы переехали в Московскую область, здесь у нас просто родственники мужа живут, они нас пригласили к себе в гости, ну, в общем, мы так и остались. Так вот, суть в том, что все, о чем я мечтала, скажем так, когда жила в деревне, о том, чтобы дочь танцевала, о том, чтобы сын занимался спортом, что, конечно, я это все воплотила, дочь у меня уже 9 лет танцует в коллективе, они периодически 2 раза в год выезжают куда-то на какие-то конкурсы. Сын у меня занимался спортом до армии, соответственно, уже отслужил. Вот, и вот фотография такая есть в правом нижнем углу. Это мой сын этим летом ездил на встречу с каким-то крутым парнем, он у меня вообще фанат, не знаю, как это правильно сказать, ну, в общем, он любит уметь тягать железо, заниматься в спортзале. Вот, и приезжал из Бразилии какой-то крутой мэн, вот, и они ездили на встречу с ним, приехал вдушевленный. Я, если честно, не знаю, кто этот мужчина, но знаю, что ВКонтакте, когда сын выставил эту фотографию, там у него проходил бум, потому что все писали, вау, пошел, где его нашел, и все в таком духе. То есть мы осуществляем и свои мечты, да, и мечты наших детей, о том, они мечтают, соответственно, развиваться дальше. Ну, скажу так, для дочери танцы это хобби у меня, да, она не собирается посвящать всю свою жизнь, но, в принципе, для общего развития очень даже шикарно. Так вот, Арифлэн, когда пришел в мою жизнь, я так на тот момент работала администратором магазина, выглядел я вот как в правой стороне, сейчас скажем, и вроде бы было все хорошо и замечательно, но вы же понимаете, все в жизни меняется. Сложилось так, что в 33 года, соответственно, я серьезно заболела, не смогла ходить определенное время, вот, и пришлось принимать решения такие крутые по перемене своей жизни, начальство подтолкнуло, они меня просто уволили, и стал вопрос, куда податься, чем заняться. Однозначно, зарабатывая хорошие деньги, я уже просто на какую-то работу не собиралась идти, плюс, когда ты работаешь администратором, у тебя руководящий должность, соответственно, тоже в какие-то простые продавцы уже все, отпадает, да, вариант. И тут я вспомнила о том, что полгода назад моя знакомая меня куда-то в какие-то директора Али Флейм звала, и, соответственно, я лежа на кроватке и обсуждая свою, и обдумывая, вернее, свою дальнейшую жизнь, вспомнила об этом. В общем, сама пригласила свою знакомую к себе домой в гости и говорю, расскажи всем-таки, чем ты там занимаешься. А она пришла не одна, она провела с собой подмогу, это были в Ципис, да, вот, и ребята мне рассказали о всех прелестях нашего бизнеса. Конечно, мне сразу вся идея-то понравилась. Я сказала, что да, я с вами, учите, как обещали. Вот, и, соответственно, начала активно развиваться в компании. Поначалу я работала обычным способом, да, то есть, как мы говорим, вживую, приглашала друзей и знакомых, вот, но потом в моей жизни появился интернет, кому как, соответственно, я этому сейчас очень рада, потому что очень комфортно, скажем так, как работать в интернете. Вот, ну, про знакомых я не забываю. Я сейчас поднимаю соцсети, общаюсь со всеми знакомыми, которыми давно не виделась, узнаю, что происходит в твоей жизни, да, и, соответственно, рассказываю, где я и чем я сейчас занимаюсь. Так вот, ребята, в компании есть все, о чем мы мечтаем. Вот, если честно, когда-то давно, когда мне ребята рассказывали о банкетах директоров на первой презентации, мне почему-то это не впечатлило. Ни красивые платья, ни официанты, ни звезды эстрады, которые выступают перед вами, но я могу так сказать, впечатлило это после первого посещения банкета директоров. Мне очень все понравилось, я прям, конечно, была в восторге от всего происходящего. Это был Олимпийский самый крутой зал, да, у нас в России. Вот, соответственно, тогда я поняла, что это мне все нравится на самом деле. Аппетит приходит во время еды, да, и мало того, что мы здесь, как вам сказать, развиваем свои лучшие стороны, скажем так, да, как бы это вот не звучало, заезжено, самое развитие, это на самом деле так, плюс мы учимся здесь зарабатывать деньги, работать на себя, и плюс признание от компании. Все это очень, как бы накладывается одно на другое, в итоге, если честно, я сейчас очень рада, что так сложилось все в моей жизни. Во-первых, я встречаю очень хороших людей, с кем я общаюсь, да, спасибо моей команде, я их очень всех люблю, потому что каждый в моей команде и в вашей тоже уникален, соответственно, я рада, что жизнь моя сложилась так, что я с ними пересеклась, много чего учусь от них, да, и благодаря им я, наверное, развиваюсь дальше, потому что нет предела совершенства, скажем так, да, и планы у меня далеко идущие, сейчас у меня вообще есть такая идея фикс, пока не буду озвучивать, но это все связано с компанией Арифлейн. Вот, сейчас я вам хочу представить нашу первую выступающую, это Ирина Бабкова, это мама в декретном отпуске, она на данный момент совмещает Арифлейн и воспитании детей, вот, и... так, сейчас, минутку, вот, и, соответственно, свою историю она вам сейчас расскажет сама. Итак, встречаем Ирина Бабкова. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я с города Ликина-Дулёва, молодая мама двух деток. Одному 14 лет, другому годик недавно исполнилась. Сейчас я ввожусь в декретном отпуске. Пришла на проект чисто случайно. Муж с работой принес каталог, и я сделала заказ. Лена Толстнил мне его привезла и предложила поработать через интернет. Вот, ну, я согласилась, потому что деньги лишними не бывают. Вот, решила попробовать. Пока младшая сынишка был совсем маленький, работала только с каталогами. То есть раздавала. Ну, как раздавала? Раздавала друзьям, знакомым, родственникам и сама делала заказ. Так, как бы, со всех небольшой заказ набирался. Вот, сейчас времени немножко стало побольше, как бы, стало разбираться с интернетом. Думаю, что все получится. Вот, от проекта хочу получить стабильный доход. Ну, вот, пока вроде все. Удачного дня. До встречи. Итак, ребята, о следующих выступающих мне бы хотелось тоже о них сказать пару слов. Это Степичев Олег. Прости, Олег, пожалуйста, сегодня с первого раза твой фоник прочитала. И Виктория Алешина. Ребята расскажут немножко сами о себе. Мне бы хотелось поздравить сегодня у Виктории Алешины. У нас день рождения. Поэтому, Виктория, с днем рождения тебя. Здоровья, счастья, любви, благополучия, карьерного роста. И чтобы ты не просто шла по карьерной лестнице, а просто сбегала на нее. Поэтому, огромных тебе успехов. Всего-всего тебе только самого хорошего. И, соответственно, рада буду встретиться со всеми вместе на банкете директоров, в том числе и Вика с тобой. Встречаем Олег и Виктория. Всем привет. Меня зовут Алешина Виктория. Я живу в городе Александрове. На данный момент учусь и работаю. В Арифлейме меня пригласила моя подруга, позвонила ей и сказала, что ее сестре требует партнеру в бизнес. Так как Арифлейм я не принимала все ее, особенно у меня какие-то сумасшедшие делаются, кому-то что-то спаривают, я приглашаю субсидентом и приходит уважение своей подруги. Но придя в офис и прослушав презентацию, мне здесь очень много что понравилось. Во-первых, мне устраивает то, что это косметика. Во-вторых, мне нравится, что здесь есть карьерная лестница. Ну и в-третьих, я могу совмещать свою основную работу с интернет-работой. В итоге я зарегистрировалась и начала активно приглашать своих родных, близких и знакомых. Поначалу я очень боялась заниматься рассылкой сообщений, так как меня страшали негативные реакции людей. Но потом решила посоветоваться замечательной девушкой Лукаяновой Сашей. Вообще, я хотела у нее спросить, как она переборола свой страх. На что она мне ответила, что лучше сделать быструю рассылку и выйти со своей страницы. Спустя некоторое время зайти и увидеть, что все люди вполне нормально реагируют на предложение работать через интернет. То есть, приглашать я начала как? Я сделала рассылку в интернете и вышла со странички. На следующий день, проснувшись, я увидела то, что на мое предложение вполне адекватно более 100 отзывов пришло. Теперь я встречаюсь со своими знакомыми, большинство ко мне приходят, регистрируются. И хочу дать совет тем, кто только начинает. В общем, ничего не бойтесь, просто действуйте и у вас все получится. Здравствуйте, я Степичев Олег. Я живу в городе Александрова. Мы были в гостях у Викины знакомой. Она объясняла ей про какой-то бизнес. И мне стало интересно, что это там и как. И я зарегистрировался в Арифлайм. Мне понравилось, что здесь свободный график. Я могу совмещать с учебой и приглашать своих знакомых. На этой неделе я пригласил первого знакомого, моего девушку, моего брата. Мне нравятся в этом бизнесе две вещи. Первое, что здесь во всем помогают. Есть обучающие вебинары, которые я могу смотреть даже дома. Второе, я развиваю этот бизнес вместе со своей девушкой. И это нас даже сплачивает еще больше. Мы хотим пожелать всем успеха, быстрого взлета по карьерной лестнице. Встретимся на банкете директоров. Всем привет! Меня зовут Алешина Виктория. Я тоже хочу совсем встретиться на банкете директоров. Тут уже, соответственно, свою команду подбиваю. Говорю, так, надо встречаться. Встречаться надо по поводу. Повод у нас большой. Делаем результаты и делаем банкет директоров. Чем радуют ребята, молодежь, которая к нам приходит? Смотрите, нас торкнуло где-то в 33, да? Ну, у меня, да, в 33, да, чтобы с этой жизнью что-то надо делать, как-то развиваться в данном направлении. Ребята сейчас уже молодые, задумываются заранее о том, что, соответственно, как им дальше жить, да, что в этой жизни делать, чтобы быть успешными. Вот, и, соответственно, прилагают все усилия. Поэтому супер молодцы. Гражусь такой молодежью. Вот. Ну, и, Саше, огромный респект за приглашение молодых, да, потому что нам в команду нужна молодая кровь, они прогрессивные, да, более, как сказать, продвинутые в интернете. Вот, и смотри, у нас скоро ребята нам проведут вебинар по поводу методов работы. Мы будем очень рады этому. Следующий выступающий – это береговая Марина. Я могу вам так сказать. Спонсор по секрету мне рассказал о том, что когда она Марине рассказала о презентации, о возможностях, Марина очень долго принимала решение, да, три дня не спала, соответственно, вся в мыслях, да, надо ей это или не надо, в итоге приняла решение, что все надо, и очень ответственно подошла к этому делу. Итак, встречайте, береговая Марина. Всем здравствуйте, у меня зовут Береговая Марина, мне 39 лет. Живу я в городе Балпасаде, работаю на Мерембиспечном, за это работа в СССР. В компанию «Рэптэминг» меня пригласила моя знакомая, кукошка Мерембис, написав мне сообщение в доказательном. Я с ней списалась, и мы встретились. Она мне все рассказала о «Рэптэминге». Я два дня подумала и согласилась, и она меня зарегистрировала. Теперь я себе и своим родственникам могу делать заказы на всю парфюмерию, не выходя из дома и не бегая по магазину. Свои 150 баллов я сделала, заказав своим знакомым и родственникам парфюмерию, за которым большое спасибо, что они меня поддержали и мне помогает. В дальнейшем я вижу то, что у меня будет рост в карьере, и «Рэптэминг» будет мой основной доход. То, что у меня будет новое знакомство, новое общение. А «Рэптэминге» я очень довольна. И хочу, чтобы все вы тоже стали очень довольны и пользуясь «Рэптэминг». Следующий выступающий – это молодая, очень милая и нежная девушка, мама двоих детей, Олеся. Олеся Мартынова. Встречайте, Павл-Пасадский район. Всем привет. Меня зовут Мартынова Олеся. Я из Павл-Пасадского района, с седого Рахманова. Живу я с мужем. У меня двое детей, две девочки. Раньше, до этого, как попала сюда, я работала на елочных игрушках. Зарплата там была отдельная. Вместе я там отработала и ушла. Как я попала в «Рэптэминг», меня пригласила моя знакомая, которую пригласила Кукушкина Марина. Но, к сожалению, сейчас моя знакомая в данный момент не работает. И поэтому я обучаюсь и сотрудничаю у Марины. Так как Марина мой верхний спонсор. Что у меня здесь начало получаться? Рекрутирование, заказы из каталогов. Заказывают мои знакомые. Я заказываю себе. Родители иногда что-то заказывают. Какие есть здесь, вижу, перспективы. Мне здесь очень нравится. Нравится косметика. Нравится себе брать эту косметику. Вижу большую перспективу. То, что я сюда пришла. И надо мной люди уже структуру построили. Мне нравится то, что все люди здесь помогают. Даже те, которых я не знаю. И нравится то, что мы здесь работаем в команде. И помогаем друг другу. Хочу пожелать всем активного роста. Огромных структур. Замечательных людей в команде. И всем позитивом. Пока-пока. Да, сейчас у нас Павловский посад очень бурно развивается. Павловский район. Соответственно, сейчас я вас познакомлю со спонсором. Девчонок Марина Брегина. Марину Кукушкину я знаю уже давно. Я еще ее знала, когда она была не Кукушкина. Скажем так, да. Марина у нас вышла замуж не так давно. Соответственно, родила ребенка. С чем мы ее поздравляем. Вот. И сейчас представляю вам Марину Кукушкину. Город Павловский посад. Всем здравствуйте. Меня зовут Кукушкина Марина. Многие меня знают по другой фамилии, не Макушина. Но я благополучно вышла замуж, поменяла фамилию. Так что теперь я Кукушкина. Вот, знаете. Значит так. Мой приход в Reflame. Это было со второго раза. Первый раз я была в дикой молодости. Я побегала с каталогами, собрала подарки и благополучно ушла. Потому что люди, которые меня пригласили, мне пытались что-то объяснить, но мне это было не надо. И мне это было неинтересно. И я в это не вникала. И поэтому я ушла. Вот. Второй раз меня пригласила уже моя сестра двоюродная. Она мне позвонила, сказала, у меня есть к тебе дело. Давай с тобой встретимся. Я, естественно, согласилась. Меня привезли в офис. Нас поставили перед моим спонсором нынешним. Сказали, что это Галя, это Марина. Будьте знакомы. И сестра мне сказала, мне некогда, я поехала. А ты здесь во всем разберешься. Тебе все расскажут и покажут. Я сказала, ладно, хорошо. Когда я услышала слово Reflame, у меня был небольшой шок. Потому что первый мой приход не увенчался успехом. И я считала, что здесь денег нет. Но мне все подробно объяснили, мне рассказали. Мне, можно сказать, показали, взяли за ручку. И провели по учебе, провели, рассказали, показали все. Я очень заинтересовалась. У меня на тот момент был маленький ребенок, не было работы. Я решила здесь остаться. В принципе, с первого моего дня работы в компании я начала усиленно работать с каталогами. Я очень люблю общаться с людьми. У меня очень много знакомых. А благодаря компании у меня сейчас еще больше знакомых, что это очень сильно в жизни помогает. Компании мне очень нравятся. Я здесь вижу очень огромные перспективы для себя. Я люблю помогать людям. Я рассказываю о компании всем везде. А благодаря тому, что сейчас интернет очень сильно шагает вперед, мы можем общаться не только с людьми, которые окружают вокруг нас, кого мы видим непосредственно каждый день. Мы можем заглядывать в другие города. Это очень перспективно, это здорово. Я училась раньше в городе Орехов Зуева. И с некоторыми девчонками просто мы обменивались телефонами. Я их сейчас потеряла, эти телефоны. Но благодаря нашим соцсетям мы можем всех найти, всех отыскать. И многие мои знакомые разъехались по разным городам. Я их сейчас благополучно отыскала. Многим сразу начинаю рассказывать презентацию. И, конечно же, узнаю, как у них дела. Сейчас у меня собирается команда. Я несколько лет не работала, потому что я сказала, что я вышла замуж. У меня родился ребенок. И как-то немножко отошло все это на другой план. Потом я пошла работать по найму год назад. Отработала сейчас целый год. Понимая, что я не хочу так работать. Мне нравится в компании. Я свободолюбивый человек. Мне нравится, что здесь свободный график. Что я могу работать тогда, когда я хочу. А не тогда, когда мне надо. Я хочу быть всегда с семьей и при деньгах. К чему мы все и стремимся в нашем проекте. Обожаю наших девчонок, с кем работаю. Собирается очень классная, отличная команда. Я всех очень люблю. Многие начинают делать первые шаги. Очень интересно за ними наблюдать, помогать. А как дети маленьких-маленьких вести за ручку. Вот, все очень здорово. Очень радуюсь каждому успеху своего приглашенного человека в команде. Вот, я вообще желаю всем-всем-всем, чтобы у вас все получилось. Вы ничего не бойтесь. Будете все выступать на вебинарах. У нас все получится. Мы на самом деле находимся в классном месте, в нужное время. Главное не останавливаться и делать-делать-делать. Так что всем пока. Буду рада всех увидеть очно на ближайшем мероприятии вживую. Всем пока. Марина права. В том, что мы с вами в нужном месте, в нужный час. Потому что, когда я слышу о том, что надо было приходить в iPhone на муче, меня это вообще веселит. Скажу вам почему. Мы, кто пришли немножко пораньше, чем остальные, мы встречались с топовыми лидерами, которые пришли еще в 90-е. Соответственно, в самом начале. Ребята, как же было им сложно. Телефонов сотовых не было. Соответственно, интернета не было. Регистрировать новичков, неважно, где он живет, в регионе, да. И в Москве надо было всем ехать в офис, соответственно, регистрироваться. Поэтому мы сейчас с вами вообще находимся в таких условиях суперских, да. Что у нас настолько все развито, да. Регистрация через интернет. Столько всяких возможностей, вайбера, ватсапа, телеграма и так далее. Поэтому, ребята, у нас сейчас самое замечательное время для того, чтобы развиваться. Сейчас хочу вас познакомить с девушкой. Ее зовут Мария Наумова. Это девушка из моей команды. Вот. Маша с города Орла. Сейчас она немножко себя расскажет. Мне хотелось бы сказать, что вот мамочки в нашем проекте на самом деле вообще супермолодцы. Кто-то говорит о том, что я не могу, потому что у меня дети. А кто-то говорит наоборот о том, что я все могу, потому что у меня дети. Вот Маша у нас в ближайшее прям совсем-совсем скоро станет мамой. Вот. Она сейчас находится в декретном... Да, декретный тоже это называется, да, период ожидания ребенка, скажем так. Итак, встречайся, Наумова Мария, город Орел. Всем привет, ребята. Давайте я сейчас расскажу о себе, кто и что и зачем я сюда пришла. Вот. Меня зовут Маша. Я из города Орла. Вот. Мне 27 лет. Я сейчас нахожусь в отпуске по рождению ребеночка. Жду появления малыша на свет. Вот. Как только у меня появилось свободное время, оно у меня появилось недавно, я сразу начала заниматься тем, что развиваюсь компанией Reflame. Пришла я сюда год назад, но весь этот год я не работала. Вот. Честно говоря, я очень рада, что сейчас у меня это время появилось, и у меня очень большие надежды на эту компанию. Чтобы вы просто понимали, я вам расскажу, кем я работала. Вот. Работала я в одной очень крупной компании, сотовой связи, на должность специалиста по поддержке продаж и обслуживания. Чтобы вам понятнее было, я немножко на географию перейду. Вот. В мою должность, в мои обязанности входило в обслуживание трех областей. Курскую, Брянскую, Орловскую. Я обслуживала вот. В каждой области это по 20 фирменных салонов в компании. Вот. И в каждом салоне работает примерно по 4, от 4, 4, 5 или 6 человек. Ну, в зависимости от клиента потока, соответственно. Если все это примерно перемножить, посчитать, то ежедневно в моей консультации, в моей поддержке нуждалось около 300 человек. Ну, там плюс-минус, допустим. Вот. Работала, конечно же, на 6-ти дневки, но надо понимать, что ситуации форс-мажорные возникали не только в будние дни. Это могли быть и выходные, то есть постоянно в течение там... Салоны работают вообще с 9 и где-то до 10 часов вечера ребята могли мне позвонить, написать, спросить совета. Все мы с вами примерно понимаем, что... Не то, что примерно. Все мы с вами пользуемся телефонами. Все мы с вами знаем, как неприятно, когда интернет тупит, когда сеть пропадает, да. Вот. Ну, когда мобильный оператор там деньги вдруг списал, непонятно за что. Мы с вами вот с этими всеми своими предложениями, претензиями идем к сотовому оператору и оставляем, соответственно, там весь свой негатив. Негатив. Вот, соответственно, если ребята не знают, как с вами поступить, то они обращаются к одному единственному человеку, данному, ну, вот в моей области. Этим человеком была я. Ну, с этим негативом мне приходилось работать достаточно продолжительное время. Теперь я думаю, вы понимаете, что после декретного отпуска своего я на работу выходить не собираюсь. Не хочу, точнее. Вот. И я надеюсь, что компания Reflame мне в этом поможет. Ну, вот для сравнения давайте посчитаем. Вот если я вдруг в компании Reflame создам себе такую маленькую структуру, их 300 человек, которых я ежедневно обсуживала в компании сотового оператора. Вот, 300 человек – это… Вот для построения веточки в 22% нам с вами понадобится 50 активных человечков. Вот. 300 человек – это 6 таких маленьких 22-шных веточек. Вот. Вот с этих 6 веточек мой доход по самому минимуму, я буду считать, был бы, составлял бы, компания мне выплачивала бы, ну, примерно 70 тысяч рублей. Вот. Для сравнения, мобильный оператор мне платил за эту работу 24 тысячи рублей. Вот так. Что касается моих планов этой компании, они, можно сказать, даже грандиозные, амбициозные. Но я надеюсь, что я их приведу, воплачу их в жизнь и останусь здесь до конца дней своих. Вот. Что касается рекрутинга, как я зову сюда людей, приглашаю. Я человек достаточно скромный, поэтому создала для себя немного специфичную такую, специфичную работу. Сама написать людям на том, что я предлагаю какую-то работу, работайте со мной, я стесняюсь. Вот. И поэтому я наладила трафик на своей страничке. То есть, я делаю так, чтобы люди мне сами писали, что они ищут работу, и какая работа у меня, что могу я им предложить. Работаю по этой схеме совсем недавно, еще много доработок. Но хочу сказать, что у меня есть неплохие уже свои результатики. Вот. Надеюсь, они, конечно, в будущем вырастут. Что хотелось бы, наверное, сказать всем, может быть, новичкам или тем, кто находится в такой же ситуации, как я. Ребят, мы все делаем своими руками. Всю свою жизнь, все, что нас ждет впереди, мы творим непосредственно сегодня. Поэтому, наверное, я хочу сказать, давайте уже возьмемся за, возьмем ответственность за себя сами и начнем работать в этом направлении. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все. Да, Маша, у нас очень стеснительно, это действительно так. Вот, поэтому я могу сказать, она так уже с вами поделилась, что она разработала немножко другой метод. Вот, посмотрела ролики и, соответственно, сообразила свой такой метод, как ей лучше работать, потому что, говорит, я боюсь писать в личку, в общем, сама делать первое предложение. Поэтому, говорит, я лучше как-нибудь так придумаю, чтобы мне люди сами писали. Ну, в общем, у Маши это получается. Сейчас у нее все это в стадии обработки идет, да, она сейчас это апробирует метод. Вот, надеюсь, когда-нибудь она с нами потом не поделится. Вот, и, понимаете, вот, когда Маша уже говорила о том, что она год назад пришла, но обстоятельства так складывались, что на самом деле у нее занятость была почти круглосуточная, хотя она активно шла на контакт, то есть, когда я ей звонила, она с удовольствием общалась. Вот, и просто всему свое время, ребята, у каждого овощи и фрукты свой срок созревания. Сейчас она, конечно, полна эмоций, полна амбиций, ей очень все хочется. Она сейчас реально говорит, я не знаю, как донести до новичков, что это вообще супер же, это же вообще, это же клево, это же классно. Вот как мне их смотивировать, как вот мне им сказать? Я уже смеюсь, говорю, Маша, хорошо, хоть сама поняла, да, а вся нужная информация дойдет до нужных людей, и нас услышат те, которые сейчас находятся в поиске, которые действительно хотят добиваться лучших результатов в жизни, да, как-то изменить свою жизнь, просто еще пока не знают как. Вот, но мы им расскажем и покажем. Следующим выступающим мне бы хотелось представить особенно, это мой спонсор, да, это тот самый Лев Ципис, который приходил ко мне с моей знакомой. Вот, и, соответственно, мне бы хотелось ребятам сказать Юле и Леву огромное спасибо, потому что они очень активно участвуют и участвуют, да, в моем развитии. Всегда готовы прийти на помощь, где-то что-то подсказать, где-то поддержать. Вот, поэтому, как мы смеемся, у нас у спонсоров есть тоже спонсоры, и это хорошо. Вот, поэтому встречайте бриллиантовый директор Лев Ципис. Алло, меня слышно? Так, меня слышно кто-нибудь скажите? Слышно? Ну, не видно, да, я так понимаю? Что-то у меня с камерой случилось. Не видно даже меня, да? А, вы меня видите, это я вас, значит, не вижу, понятно. Я сам себя здесь, короче говоря, не вижу. Вот, ребят, ну ладно, давайте тогда познакомимся еще разочек. Кто меня не знает, ну, большинство меня знает, но есть люди, которые не слышали мою историю. И я немножко расскажу о себе. Я не буду сегодня работать со слайдами, я просто хочу рассказать немного о себе. Честно говоря, я не хотел делать слайды. Почему? Потому что, ну, я буду говорить больше о вещах в начале пути моего, нежели сегодняшний. Почему? Потому что, наверное, всем интересно узнать начало пути. Как все начиналось, какой я был, как я пришел, почему я выбрал вообще Арифлейн и так далее. Да, ну, вот посмотрите, просто вот на этот слайд, вот слева фотографии, это самое начало. Может быть, даже кто-то застал это время, когда 2008 год, наверное, тут таких и нету. Есть кто-то застал 2008 год? Юль, Дергаев, по-моему, только ты застал, да? Людмила, ты, по-моему, уже, или ты, а, Саша, Нукаин, ну да, конечно же, Саша, Нукаин. Людмила, а ты, по-моему, только приходил где-то в тех районах, да, 2008-2009, наверное, да? Чуть позднее. Вот, это как раз фотография, когда я закрыл, даже не закрыл, я был в открытом звании, я был старшим менеджером, у меня был тогда, я был старшим менеджером, да, Юля была в квалификации золотого директора. Вот такие мы были, нам будут по 28 лет, и, в общем-то, с этого все начиналось, да? Да, если посмотреть направо, это наше первое зарождение команды, это наши первые такие люди, кто начинал этот бизнес, многих уже тут и нету, кто-то есть, кто-то стал директором, тут всякие люди, да? И, ну, я хочу сказать, что сейчас, сейчас структур насчитывают сотни и тысячи людей, а тогда это были всего лишь некоторые горстка людей, которые мы пытались создать команду, мы пытались что-то организовать и наводить этот бизнес. Ну и по центру фотографии, когда мы добились нашего максимального звания в карьере бриллиантовый директор, да, и, конечно же, многие нас сейчас видят и знают такими, какими мы по центральной фотографии, когда мы в красивых каких-то одеждах, с какими-то большими чеками и вообще такие типа звезды, в кавычках, да? На самом деле, все проще, мы простые, обыкновенные люди из города Орехово-Зуево и ничем мы не отличаемся от других, абсолютно, почему? Потому что у нас не было никаких предпосылок, никаких предпосылок к какому-то успеху, знаете, бывает так, у кого-то там богатые родители, или там, знаете, какое-то крутое образование, может, кто-то получил там финансовое, я не знаю, в каком-то там крутом институте, или, может быть, у кого-то там есть деньги, которые, ну, начальный капитал, который может помочь нам развить бизнес, или какие-то специальные какие-то навыки, я вам скажу честно, я всю жизнь себя считал обыкновенным, совершенно обыкновенным человеком, и Юля тоже, мы никогда не считали себя какими-то, мы не думали никогда, вот если бы нам тогда сказали до Арифлэйм, что мы будем зарабатывать деньги, да, какие-то большие, станем каким-то там бриллиантом-директорами, будем посещать страны, допустим, в мир ездить, я бы не поверил, честно, потому что я был настолько далек от этого всего, что я бы просто не поверил, если мне это сказать, да, но со временем, со временем, со временем, шаг за шагом мы пришли к своему успеху. Что я хочу сказать, то есть Юля пришла в этот бизнес первая, она пришла, будучи учителем физкультуры в школе, она работала в Орехлубинской школе, учителем физкультуры, также она преподавала легкую атлетику, сама была тренером, и еще заодно и спортсмену по легкой атлетике, то есть она профессионально занималась спортом. Вот с этого момента, когда она занималась спортом и тренировала, к ней пришел Орехлубин в виде ее подруги, вышестоящего спонсора Татьяны Кузнецовой, и она ей рассказала вместе с Леной Корсун, тоже наш вышестоящий спонсор, вышестоящий, еще выше-вышестоящий, да, что это за бизнес и вообще, что здесь можно делать. И, конечно же, она согласилась и начала работать. Я могу сказать сразу, что получалось у нее далеко не все, она была молодой девчонкой, ей было 23 года, много чего не получалось, более того, она еще работала, занималась спортом, и для нее Орехлубин было, знаете, как поскольку-поскольку. Но в какой-то момент она вдруг поняла, она простегла эту фишку и поняла, что почему бы нет, почему у других получается, а у меня не получается, почему у других путешествуют, а я не путешествую. И она начала работать, она начала действовать, и через уже какое-то время она закрыла звание директора, и вот в этот момент на горизонте появляюсь я, в 2007 году я регистрируюсь с компанией Reflame, вот примерно 15 мая этого года будет ровно 10 лет, как я в этом бизнесе. Это у меня такой юбилей небольшой, да, получается. Вот, и меня, кстати, слышно? Как-нибудь там вот реагируете, чтобы эта связь была. Все нормально. А то бывает так, знаете, я говорю-говорю, а оказывается, я уже давно никто меня не слышит. Теперь смотрите дальше. Я работал менеджером по продажам, я работал в Москве, и я немножко свою предысторию расскажу, да, что я тоже спортсмен, кстати говоря, мы с... Все спортсмены, да? Вот, я работал на разных работах, а кем я только не работал. Я работал и торговым представителем, и мерчендайзером, и барменом, и на заводе я этим рабочим работал, и менеджером по продажам, и менеджером по работе с дилерами. Знаете, кем я только не был. Но я вам хочу сказать, что это сейчас я красиво говорю, это сейчас я могу часами разговаривать, какие-то темы умные мысли говорить, но это было не всегда. Но тогда до Арифлейм этого всего не было, потому что, когда я работал менеджером, меня увольняли с трех работ. Меня уволили с работы бармена, меня уволили с работы менеджера, и с другой работы, даже с 5 на срок не прошло 2 месяца, меня уволили. И только на четвертый раз я уже, сделав определенные выводы, я стал развиваться, стал достигать успеха, и перед тем, как уволиться с работы, придя в компанию, да, в бизнес Арифлейм, я уже зарабатывал на тот момент 70-80 тысяч. Это как раз в 2007 год. То есть, это были достаточно серьезные деньги, они даже сейчас, скажем так, хорошие, да, а тогда это было вообще, как бы, другие цены были, там было еще лучше. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что меня увольняли, потому что я не умел говорить, не умел наложить контакт с людьми, я не умел продавать, я ничего не умел. Я просто учился, поэтому я никому, никто меня не собирался учить, и мне потихонечку все сдвигали. То есть, я нарабатывал свой опыт, я нарабатывал свой опыт в разных фирмах, и я не стесняюсь этого, почему? Потому что, ну, бывает всякое, и мы все живые люди, и мы все когда-то нарабатывали опыт. И я хочу сказать, что, возможно, успех в Арифлейм пришел, потому что я наработал опыт до этого, я набил себе шишки, я пережил много стрессов, может быть, каких-то, да, я узнал о себе много нового, да, и так далее. А раньше я не мог даже говорить по телефону, я стеснялся представиться и сказать, с какой я фирмы. И надо мной весь отдел менеджеров смеялся, потому что я не умел говорить, мне приходилось уходить к секретарше, я позваниваю клиентов, потому что, ну, чтобы никто не смеялся. То есть, это все было, ребята, это может быть сейчас трудно поверить, но это было, это был я, да, и я был достаточно инертным товарищем и достаточно таким, знаете, не амбициозным и не перспективным. Потому что я думал, что я всю жизнь проработаю на заводе в Арифлейзуеве за 15-20 тысяч рублей, и все мое будущее предрешено. Но в какой-то момент я понял, что я этого не хочу, в какой-то момент я стал видеть в Москве машины, проезжающие дороже, чем моя квартира, да, в моей дыре я жил. Я стал видеть людей, которые кушают, завтракают в ресторанах и путешествуют, и зимой приезжают загоревшие из каких-то там Доминиканы и всяких там Сейшел. И я вдруг понял, почему они это могут себе позволить, а я нет. Не проживя в Москве пока, да, я работал, учился, я вдруг стал понимать, что что-то есть в этой жизни другое, помимо заводов, помимо проживания вот этой никчемной, жалкой жизни за копейки, когда тебе каждый день ничего не хватает, и ты не знаешь, куда вот это, да. Я реально стал понимать, что есть люди, которые зарабатывают. Есть люди, которые нашли способ, есть люди, которые могут себе позволить жить, как они хотят. И я вдруг думал, почему-то я так вот не могу. И я начал задумываться, и вот в этот момент как раз Юля-то и познакомил меня с компанией Арифлэйм, и я уже тогда начал смотреть, и вдруг я увидел в Арифлэйм то, что я искал так давно. Я вдруг увидел тот самый, я нарисовал себе эту картинку, я вот тоже всем желаю, вот эту вот мозги воображалку включайте и представляйте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы у вас здесь получилось. Не бойтесь этого, понимаете, мечты, вот смотрите, мечтать по-маленькому, так же легко, так же легко, как мечтать по-большому. Мечтать о маленьком, вот, купить какой-нибудь там поддержанный автомобиль за 150 тысяч. Точно так же легко, и так же легко мечтать о Porsche за 5 миллионов. Это же мечты, это же воображать, воображалка ваша. Поэтому вы можете воображать сколько хотите и не стесняйтесь этого. И вот когда люди говорят, вот, размечталась, вот это забудьте, вот эти вот фразы. Потому что у нас надо расшевеливать мозги, нам надо думать, что мы хотим в этой жизни. Потому что согласитесь, жизнь летит очень быстро, и хочется пожить, хочется красиво пожить, да, и ухватить побольше в этой жизни. И в Арифлэйме я просто увидел для себя это палочка-выручалочка определенного рода. Это для меня был просто такой, знаете, выход из ситуации. Потому что я реально понимал, что куда вот я. Ну, у меня сельскохозяйственное образование. Я закончил агроинженерный университет. Да, сейчас это темирязно. Я просто вот, ну, куда вот мне. Мне, я все время эту историю рассказывал, что у меня в институте учили по плакату корову доить, ребят. Вы представляете, я сижу, у нас животноводство такой предмет был. Я сижу на паре вот в институте, выходит доярка в прошлом, и начинает мне рассказывать, как доить корову. По плакату начинает рассказывать, как, куда там надо дергать, там что-то, выдаивать. Это кошмар. Я сижу, вот думаю, господи, 21 век на дворе, корабли космически бородят в просторе мирового кена, а я смотрю, как корову доить надо. И думаю, вот, куда я это знаю, куда я с этим знанием пойду, кого я буду доить и где. Да, и я реально понял, что что-то надо еще какое-то дополнительное получать образование. Надо где-то смотреть, где можно зарабатывать и вообще где зарабатывают люди. И я давно мечтал в своем бизнесе, вопрос, думал, а где, вот куда я пойду. Я опыта нет, знаний нет, денег нет, связи нет. Вот куда пойти, да? И вдруг Арифлей, и вдруг компания, которая нам предоставляет все условия, все условия просто. Ребят, капиталов не надо, денег не надо, знаний получишь в процессе, тебе все помогут, будешь работать в команде. Слушай, так это же то, что я искал, понимаете? Я вот то, что промот наткнулся, нарвался на то, что я искал. И когда ищешь, обязательно найдешь. И я начал, я начал просто это все дело изучать. И у меня, конечно же, много чего не получалось. Конечно же, у меня амбиции было много, но по факту знаний и опыта не было никакого. И весь мой предыдущий опыт, он свелся почти к нулю. Почему? Потому что опыт разный, да? То есть то, что я работал менеджером по продажам, многие сидят сейчас и думают. Ну я-то не работал менеджером по продажам. Тебе-то легко, ты там работал. Я говорю, ребята, на самом деле, то, что я работал менеджером по продажам, мне не помогло, мне помешало. Почему? Потому что опыт совершенно другой. И ко мне приходили молодые мамочки, которые совершенно по 5 лет уже сидят дома и ни с кем не общаются. И у них получалось лучше, чем у меня. Понимаете, единственный плюс, что мне дало вот этот вот работа менеджера, то, что у меня уже были амбиции, то есть я уже захотел. Понимаете, очень важный момент. То есть у меня возникло уже желание жить по-другому. Вот это очень важно. Потому что многие дома, когда сидят и давно ничего не делают, у них, ну они не смотрят далеко. Они смотрят чуть-чуть, ну будто 20 тысяч заработают, и хорошо. Там или 30 тысяч, и слава богу. А у меня уже были амбиции. Вот это, наверное, меня и спасло. То есть я не хотел быть посредственным. Я не хотел быть серой массой. Я хотел быть сразу директором. Желательно побыстрее. И сразу бриллиантный директором. Почему? Потому что я просек карьерную лестницу. Вот кто еще не изучил маркетинг-план, пожалуйста, изучите. Это у вас будет стимулировать. Для меня карьерная лестница, это была самая мотивационная картинка, и она остается до сих пор. Потому что когда я на нее смотрю, когда я смотрю на деньги, которые там люди зарабатывают, когда я знаю этих людей, которые эти деньги уже там зарабатывают, какая жизнь может быть? И вот смотришь на вот эту картинку, просто представляешь, и понимаешь, что есть счастье на земле. И можно было прийти. И мы уже на этом пути, и нам надо только что сделать. Ну, немножко потрудиться нам надо. Да, чуть-чуть потрудиться надо. А может быть и не чуть-чуть, а может быть и много потрудиться. Но ради своего уже жизни, достойной жизни, красивой жизни, можно чуть-чуть поработать, знаете, и потрудиться. Да, будет сложно, не все будет получаться. Но это бизнес, ребята, это дело, которое нужно изучать. Это дело, которое на халяву ничего не будет. но в нашем бизнес-проекте настолько все совокуплено что ну просто не лениться надо вот не лениться и амбициозным быть человеком не медьте по чуть-чуть медьте сразу на большое потому что в рифм это есть представляете лежит не знаю тонна денег бумажных в этом две купюрки взяли как все мне хватит мне больше не надо убери побольше то вы набей кармана деньгами зачем эти две купюрки вытаскивать из пачки да вот это пример то же самое рифм нам приготовил всем просто огромное количество денег подарков поездок всего но он просто это ребят чтобы это все взять но проделать его работу научитесь вы элементарно вещам но не бойтесь вы людей но обратиться в человек но позовите его проект но сделать его заказ я не знаю все ничего сложного нет и когда эту фишку понял я начал изучать и через какое-то время знаете меня ничего не получалось я могу сейчас очень много историй рассказывать как смешных как у меня там не получалось сейчас просто время к сожалению нет может быть когда-нибудь я расскажу ее в подробностях со всеми этими прикольными историями сейчас к сожалению времени на это нет я хочу сказать что первое время конечно же много чего не получалось это нормально это нормально если вы только пришли вам нужно поработать повариться хотя бы годик в этом бизнесе что вы вообще прониклись опунулись это целая индустрия эта индустрия с которой нет смысла уходить в принципе потому что это внутри очень это одна из самых перспективных индустрий это одна из самых надежных компаний поэтому есть смысл в одной компании стать профессионалом чтобы потом чувствовать себя комфортно в этой жизни чтобы не метаться с работы на работу зарплаты на зарплату там с копейки на копейку прививаться чтобы уже найти вот эту мощную шведскую европейскую хорошую компанию надежную проверенную такую значит порядочную компанию честную просто с ней научиться сотрудничать научиться делать определенные действия простые действия элементарные действия но их нужно делать и кто быстрее смекнет что их нужно делать туда быстрее начнет зарабатывать вот и все самое интересное как вы думаете смотрите девяносто шестом году компания начала работать девяносто шестом году и люди уже начинали там зарабатывать деньги 2003 году моя юля жена пришла а там уже начинали зарабатывать день 2007 году пришел пришел я я начал зарабатывать деньги 2010 год люди приходят 2013 году и приходить 2017 сейчас люди будет приходить как вы думаете будто не заработали а как вы думаете будут люди зарабатывать через два года через 5 лет через 10 лет в это конечно будут хотим этого не хотим этого люди мылись моются будут мыться ребят люди мылись моются будут мыться значит люди хотели зарабатывать деньги хотят зарабатывать деньги будут хотеть зарабатывать деньги они будут всегда искать искали возможности ищут возможности и будут искать возможность поэтому наша задача просто найти людей которые хотят искать возможности которая ищут возможности которые хотят зарабатывать и все и если не мы это будем это будет кто-то другой вот и вот и вся система поэтому ребят нет смысла сейчас говорить о том что получится или не получится мое или не мое будут или не буду там ребят буду очень много будет это уже проверено годами десятилетиями проверим поэтому настолько сейчас надо хватать каждый день каждую возможность и просто идти дела и сейчас мы в классном проекте в классное время с интернет возможностями сейчас Сейчас с мощной поддержкой. Нам надо просто с вами взяться и сделать всем результат. Начните с директорами, станьте хотя бы директорами для начала. Вы почувствуете вкус этого бизнеса. Вначале сложно. Еще раз говорю, мне было сложно, Юле было сложно. Много не получилось? Много. Многие отказывались? Да, конечно, многие. Ну что, это что, повод бросать и идти на наемный труд за копейки? За копейки, где нас унижают и ни во что нас не ставят, никаких перспектив. И все больные тратят время оставлять своих детей. Мы там сидим за 15-20 тысяч рублей. Хорошо, за 30 тысяч рублей. А дальше то, что? Все, ребят, все в предел тупик. И когда я это понял, я понял, что только сюда, только здесь. И потом, какие люди вокруг нас. Вот такие вы все классные, ребята. Посмотрите на эти фотографии. Тут все лица счастливый, довольный. Позитивный. Вот эта работа, вот в лесу, видите, мы там тусуемся. Это наша работа. Мы там какие-то сценки делали. Мы там шашлыки жарили. Мы там в игры играли. Ребята, это наша работа. Летом, в среду где-нибудь мы пошли в лес. Все на работу на электричке поехали, а мы в лес пошли шашлыки жарили. Ребята, какая у нас сложная работа? Какая сложная работа поделиться своим опытом? Какая сложная работа в соцсети написать, слушай, есть классный вариант заработать денег? Что тут сложного? Просто ее надо делать, эту работу. Вот и все. Поэтому, ребят, я заканчиваю. История моя такова, что через год, после того, как через, сейчас скажу, в 2008 году я закрыл звание директоров. В 2009 году мы с Юлей стали старшими золотыми директорами. И в этом же 2009 году мы открыли звание бриллиантовых директоров. То есть мы сделали 4 группы, 4 директорские группы за один год. Ребята, это возможно сделать. И у вас это получится. Потому что мы не какие-то особенные, еще раз говорю, просто мы много-много-много работали и много делали. И мы просто, за нами пошли люди. Мы просто направили, мы просто направили, показали им путь, как можно здесь зарабатывать деньги. Немножко дали им базовую информацию и все. И у вас это получится. Просто вам надо взять себя в руки, собраться, сказать, у меня получится, все будет хорошо, здесь масса результатов. А сейчас с интернет-технологиями это все гораздо быстрее делается. Если раньше, когда мы сделали 3 звания в год, вот это 3 группы, 4 группы в год открыли, это было какое-то что-то очень крутое, то сейчас это обыкновенный нормальный рост. Сейчас люди это делают, спокойно делают. Вы можете с нуля выйти на доход в 100-200 тысяч за год, ребят, за год. Вы представляете, вот сейчас вы сидите, у вас еще нет дохода возможно никакого, а уже через год у вас может быть 100 тысяч и больше. И таких по России сейчас примеров полно. Когда люди приходили вообще просто неоткуда в Арифлейм, в бизнес, и уже через год они зарабатывали там на уровне бриллиантовых директоров. Ребят, есть такие примеры, значит и у нас это может быть. Самое главное, не сдавайтесь, не ленитесь, будьте жадны на информацию, будьте жадными на своих знакомых и друзей. Потому что если вы не позовете своих друзей в бизнес, позовет их кто-то другой. И вот тут надо быть ревностным. Быстренько обнижай всех своих знакомых, быстренько всех своих родных, чтобы все знали, где вы, чтобы если чего-то приходили к вам. И я думаю, что через какое-то время у вас реально получатся результаты, у вас у всех будут деньги и карьера, и признание, и свободное время. Поэтому, ребят, я искренне верю в каждого из вас, я надеюсь, что вы будете директорами, золотыми директорами, бриллиантными директорами, а может быть и исполнительными, кто-то и президентами будет, я не знаю. Решите для себя, кем вы хотите в этой жизни стать, и просто поработайте немножко над собой, поработайте над своим будущим, над своим бизнесом, и вас ждет большой-большой успех. Все, я отключаюсь, рад был выступить. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...